И вернёмся к теме пожара в швейном цеху в Москве. Я напомню, погибли 11 взрослых и младенец. Среди них есть и кыргызстанцы. Продолжит наш корреспондент. Это произошло в субботний вечер на востоке Москвы. Огнём охвачена бывшая чулочно-носочная фабрика. Внутри здания люди. Но помочь им не получилось. Огонь распространялся слишком быстро. В результате трагедии погибли 12 человек, в том числе 8 граждан Кыргызстана, включая одного ребёнка, все уроженцы Баткенской области, двое граждан России и этнические кыргызы, два гражданина Узбекистана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана. Масалиева Сажида, 1988 года рождения, уроженка села Кызылбел Баткенской области. Салиева Токтукан, 1983 года рождения, уроженка села Таян Баткенской области. Салиева Улкан, 1997 года рождения. Исаак Зы Айзат, 1995 года рождения, уроженка села Каэнды Баткенской области. Кошонбай Меликаджар Улу, 1990 года рождения, уроженец Баткенской области. Козуев Толюгон, 1991 года рождения, уроженец Баткенской области. Козуев Манас, 1995 года рождения. Даниэль, сын погибшего гражданина Российской Федерации Джапарова Иргешбая, 1984 года рождения, уроженец села Роуд Баткенской области. По одной из версий возгорания в швейном цехе мог быть поджог, передает Интерфакс. Как сообщило агентство источник правоохранительных органах Москвы, на месте пожара обнаружено более двух источников распространения огня. Именно поэтому можно предположить, что причиной возгорания стал умышленный поджог. По факту пожара, повлекшего человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело. В швейном цехе арендовал Алым Тогузаков, бизнесмен из Кыргызстана. Он снимал в здании три этажа. На одном был склад готовой продукции, подушек. Пострадавшим и близким погибших будет оказано всяческое содействие. На место происшествия были сразу направлены сотрудники посольства. Затем в отделение внутренних дел района Сокольники. И в Следственный комитет. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники посольства занимаются этим вопросом. Была проведена встреча с руководством Следственного комитета. Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным и близким кыргызстанцев, погибших в результате пожара в Москве. Глава государства распорядился оказать материальную помощь семьям погибших и поручил аппарату взять вопрос на контроль. Правительство Кыргызстана компенсирует расходы, связанные с транспортировкой тел соотечественников, погибших при пожаре в Москве, сообщает Государственная служба миграции. Деньги будут выданы после получения финансовых документов о расходах, связанных с транспортировкой тел на родину. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана открыта горячая телефонная линия для пострадавших во время пожара в Москве и их родственников. Если близкие пострадавших обратятся к нам с заявлением, комиссия это рассмотрит. И две авиакомпании Кыргызстан и Эрбишкек оказывают со всех городов России при перевозке тел пока временно. Телефоны горячих линий 0312 66 08 11, добавочные 129, мобильные 557 36 50 68, 556 00 72 32. В соответствии с поручением президента и премьер-министра Кыргызстана, МИД совместно с посольством Кыргызстана в России проводит необходимые мероприятия по оказанию содействия семьям погибшим и пострадавшим. Зарима Мусаева, Азамат Кудуртуктоев, Общественный Первый канал.